приветствую вас дорогие друзья рад сегодня обратиться к вам хочу сказать пусть бог благословит каждого из нас слава богу знаете большое приобретение для нас сегодня это понимание воли божией я думаю это то почему каждый из нас как верующий должны стремиться даже обязаны стремиться к тому чтобы знать волю божью в свою жизнь то что мы имеем во христе то что христос имеет сделать через нас и я думаю что один аспект который очень важен сегодня для нас это понимание того куда помещает нас христос что должно происходить в нашей жизни даже сегодня глядя на церковь можем увидеть у каждого из нас на свой путь своя жизнь свой дар который христос даровал для нас и сегодня я понимаю что бог он созидает и строит жизнь каждого из нас и в этом тоже заключается воля божия до прихода ко христу каждый из нас мы жили и ходили своими путями жизненными у нас были свои цели у нас были свои планы но я могу сказать лично за себя так и было но в один определенный момент то что произошло эти цели эти планы они разрушились если я планировал одно и мне казалось это то в чем должна находиться вся моя жизнь то в какой-то прекрасный момент я начал осознавать что я иду в противоположную сторону от того что я планировал это что я планировал на свою жизнь это что я хотел чтобы это произошло в моей жизни в какой-то момент когда пришло осознание где-то пришло как даже такое легкое разочарование но слава богу за то что всегда есть мудрые люди которые помогли и принесли понимание воли божией и сегодня точно так же и я стремлюсь донести до тех кто меня слышу что есть воля божья на нашу личную жизнь потому что бог нас призывает для того чтобы мы исполнили совершили его волю которая будет выражаться в тех дел добрых делах которые он имеет в отношении нас поэтому если вы сегодня замечаете что может тот круг общения в котором вы а находились или то к чему вы стремились всей своей жизнью она становится для вас таким мелким меркнет и вы чувствуете внутри себя что ваша жизнь она переориентируется это благодаря тому что вы доверили свою жизнь богу и 126 псалом первый стих я взял этот стих но как за за основание для этой мысли которая сегодня делюсь если господь не созиждет дом напрасно трудятся строящего если господь не охраняет города напрасно бодрствует стражи и вот как раз сегодня хочу поговорить о созидании что бог он берется за то чтобы созидать наш нашу жизнь потому что временами то что мы строим своей жизни и когда бог приходит то что он делает он начинает это разрушать это когда ты смотришь стоп я сколько строил эти отношения эти связи сколько я стремился делать какую-то карьеру в какой-то момент все раз начинает рушится и ты и некоторые падают в печаль в разочарование то есть как помните богатый юноша который пришел ко христу и пытался получить от него какое-то откровение и он получил откровение для себя он опечалился почему потому что то наш на то на чем была построена его жизнь это построено было на богатстве и христос ему сказал пойди раздай и следуй за мной и как раз это его сильно опечалило он и он и ушел вот точно так же и в нашей жизни бывают моменты когда мы тоже наполняемся печалью когда христос говорит а это необходимо разрушить а это не от этого необходимо отказаться потому что кто-то жил и руководствовался своей завистью кто-то руководствовался и тоже какими-то желаниями страстью тщеславим и в какой-то момент приходит скорее стоп это тонь что не должны тобой руководить ты не должен стремиться к тому чтобы прославить себя не стремись к человеческой славе а стремись к тому чтобы прославить меня и в этот момент для нас становится пример христос даже его крестный путь его крест по-человечески кажется это как павел этот это юродство это падение это разруха это вообще не что а в человеческих глазах это слава божия поэтому и сегодня может что-то рушится у вас в жизни что-то вы теряете доверьтесь богу вот возложите свое упование на него если господь не созидает здание если бог не строит здания будут напрасно будут трудиться строители сколько мы напрасно положили труда в своей жизни по одной только причине что бог совсем другой видел в нашей для нас совсем другое видео может сегодня кто-то и разочаруется в нашу привыкли слышать какое-то слово ободрение там которая крыляет которая вдохновляет но я стремлюсь к тому чтобы говорить правду в нашу жизнь для того чтобы позволить бог созидать нашу жизнь направлять нашу жизнь для того чтобы в тот момент когда мы предстанем пред ним мы имели для себя знаете как имели дерзновение понимание того что веру мы сохранили и течение совершили потому что не только надо сохранить веру но есть еще необходимость и совершить течение это тот путь по которому бог нас желает вести я много мог бы свидетельствовать о своей жизни но я знаю что большинство тех кто слышат сегодня меня вы знаете свидетельство моей жизни как бог как радикально кардинально изменил мою жизнь я знаю что большинство из тех кто меня сегодня слышит тоже мог сказать да я сегодня жил одним меня были одни ценности а все изменилось и бог сегодня ведет меня своим путем и в моей жизни сегодня другие ценности и в этом я вижу руку божью которая созидает мою жизнь я радуюсь от того что я вижу своей жизни поэтому дорогие братья и сестры пусть бог бог вас благословит никакого отчаяния пусть даже в тот момент когда что-то рушится будет приходите радость понимая то что бог взялся за меня бог созидает меня бог строит меня и бог ведет меня к тому что он жил так тому что он желает видеть в моей жизни он архитектор моей жизни благословляю во имя иисуса аминь